Здравствуйте! Сегодня к нам на прием снова пришла Диана. Мы последний раз виделись год назад, когда делали заполнение нособудных вкладок контурным гелем и курс георевитаризации. Прошел год, практически 11 месяцев, и пришла пора нам сделать коррекцию нособудных вкладок. Сразу хочу сказать, что нособудные у нас выглядят лучше, чем до того, как мы начинали делать какие-либо процедуры с ними. И в этот раз вполне возможно потребуется меньшее количество препарата, и в планах наших сделать еще коррекцию средней трети. То есть я хочу добавить объем вот сюда, чтобы визуально приподнять и заполнить вот эту область. Так, нособудные мы пока нанесем анестезию, чтобы сделать нам процедуру покомфортнее. Нам может быть удастся обезболить непосредственно сам вкул, да, вход от иголки, но введение препарата все равно будет чувствительным. Но это не так глобально чувствительно, терпимо. Это для чего делается разметка? Куда колоть? Это делается разметка, да, откуда колоть, чтобы отгородить те зоны, которые опасные, в которые нам заходить не стоит. А колоть что мы будем? На колоть мы будем контурный гель на основе гиауроновой кислоты. Тот же, который будем колоть в нособудном. Мы возьмем большой объем, я потом покажу. А, это вот контурная пластика так называемая, да? Так, вот мы сделали разметку для средней трети. Анестезия у нас уже подействовала. Мы начнем с носогубных складок. И оставшимся количеством препарата сделаем уже в среднюю треть. Задача у нас такая, сделать это все одним шприцом. Для работы мы возьмем контурный гель Тиосиаль Ультрадип объемом 1,2 мл. Реакцию индивидуальной небереносимости, конечно, никто не отменял. Но это очень крайне редко. Тем более, что мы уже именно этим препаратом не делали. И в нашем случае опасаться нечего. У меня хоть другие девочки спрашивают. На качественные контурные гели, современные, аллергии практически не бывают. У нас такой, ну, посадим все равно. Очень мерзкая, да? Я хорошее лицо сделала, пожалуйста, то я помню. Я хорошее лицо сделала, пожалуйста, то я помню. И так вот начинала. Я терпу чуть-чуть, да, протянем. Гель плотный. Ага. Конечно, поэтому и вводиться может достаточно чувствительно. И при разминании это может быть чувствительно. Но несмотря на всю свою плотность, он не оставляет там кулов, не ложится комками, все равно ложится. Ага. Но с artwork сегодня мы берем його то, что уже в зиму. Либерх, пока сегодня喝. Нужно, пока все. Да. Да. Вот. Соц, правда. Ага. Еще один OR. В follическом социальным, поэтому можно подавать. Еще разочек, отдохнуть, нажимаем. Вот мы закончили носогубные. У нас туда ушло пол шприца, где-то 0,6 мл. Нам многое не нужно было, нам нужно было так скорректировать немножечко объем. Теперь мы приступаем к средней третьей. Препарат вводим очень медленно, потому что если быстро, то будет достаточно болезненно. Ну как, можно терпеть? Да. Хорошо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Тихо-тихо. Ух ты, да, щека появилась. Да, вот это место мы как раз заходили. Да, высоко, лезть нельзя. У нас со слезной таким препаратом лезть нельзя. То есть мы вот все наши изменения. Да, вот это я писала, уже ушла. Если бы мы стерли разметку с той стороны и посмотрели, конечно, было бы более заметно. Да, но мы этого делать не будем. Это еще покраснение, которое выделяется. Я представляю, когда оно сойдет, вообще будет как хорошо. Щечка появится. М-м-м. 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 Ну это все не уйдет никуда ближе, вместе с краснотой. Нет, не уйдет. Это все останется, да? Нет, не уйдет. В этих местах хорошо стоит препарат, потому что здесь не очень большая мимика. Скулы, щеки стоят, как правило, хорошо. На соколе они уходят быстрее, потому что там больше мимическая активность. Да и то прямые улыбчивости год продержались и, в общем-то, прокололи все, вот ничего там просто, как коррекция. Вот, как коррекция. А вот как ты называешь это? Верхняя треть? Средняя треть. Средняя треть. Версо же и состоит из трех третий. Верхняя треть, средняя треть, где щеки и вот нюх. А там какие-то есть места определенные, куда препарат заполняется? Конечно, да. Есть места, куда его колоть нельзя. Там, где сосудистые нервные сплетения. Нет, а как получается, что, допустим, вот эти две щеки получились одинаковые? Ну, ты же могла там немного в ту сторону вкалывать, в другой стороне немного мог туда пойти, немного туда. Если мы начнем работать с транспортиром с какими-нибудь, они получат, что они, конечно, не одинаковые. Абсолютную симметрию сделать нельзя. Для этого делается разметка, чтобы отталкиваться от каких-то ориентиров, чтобы понимать, куда именно колоть. Не пойдет, чтобы препарат куда-нибудь уйдет не туда? Он не должен идти, мы его вводим, кладем на надкосницу. То есть, вот техника как раз. То есть, места есть такие, где он там остается лежать? Да, да. Он не гуляет. Вот этот препарат для уронов не гуляет. Нормально получилось? Да. Получилось хорошо. Но со слезной я здесь, честно говоря, опасаюсь вообще делать. Не хотим за них браться. В принципе, так нормально это было. И сделали то, что было более западным. Круги такие ушли, да? За падение, которое там поднаметились. То есть, так называемые носа, щечные образы, да. Так, вот мы завершили процедуру. Мы сделали скорректированные носогубные сладки. Пол шприца у нас ушло. Четверть шприца в каждую носогубную. И сделали, скорректировали среднюю треть лица, да? То есть, придали вот здесь вот щекам такую вот некоторую объемность. И, соответственно, молодость. Значит, на нас тоже ушло где-то по 0,3 миллилитра в каждую сторону. Это мало. Я хочу сказать, что нам хорошо получилось, исходя из того, что это все сделано одним шприцом. Шприц плотный, ну, гель плотный. Теосиарик ультрадип. Он продержится, надеюсь, где-то около года продержится у нас. Вот, видишь, одним шприцом, обычно сколько шприцов? Обычно по одному шприцу скажем, что нужно. Шприцов, конечно, шприцей. Как правильно, шприцов или шприцей? Шприцов, да. Обычно уходит по одному шприцу. Там один шприц на носогубные может уйти, и один шприц для коррекции, вот, средний третий. Зависит, ну, от проблем, скажем так. Вот так. Мы наносим сыворотку, которая используется специально после инъекции. Обошлись на воду без синяков. Покраснения у нас должны стоять в течение большейшего часа. Рекомензации после процедуры. Значит, ограничить постараться мимическую активность, не улыбаться, не смеяться в течение всего часа. На сегодняшних суток, желательно последующих. Спать постараться на спине. Как это сложно. Ну, постараться, да. Не зелется. Ну, да. И это тоже непросто. Спать постараться на спине, чтобы подушкой не прижимать там одну или другую щеку, да. Чтобы не делать никаких заломов. Баней, сауны, солярий ограничить в течение двух недель. Ну, то есть, не подвергаться воздействию как сильно высоких температур, так и сильно низких, да. То есть, сильно долго на улице тоже постараться не гулять. Вот. Спорт, собственно. Спорт, конечно, тоже постараться ограничить в течение нескольких дней. Если он интенсивный, да, с активным фотоотделением. Если это йога спокойная, то, конечно, нужно. Спасибо, доктор. Да.